Все равно холодно Все равно холодно Все равно холодно Да холодно, твою мать! Клуб 25-0, это мы Мы играем против команды «Слабоумие и отвагу» У меня вопрос, кто из вас отважный? Денис, заберешь мой сын? И после обеда у нас команда «Кусты и соски» У меня вопрос, кто из вас пуст? А я опять заснул Жара Палсач согревающий Зимний сезонный тариф для тех, кто хочет, чтобы жопа была в тепле От ламповых видосиков, разумеется Подписываешься до 10 декабря сразу на 3 месяца Обретаешь возможность получить сертификат на 5000 у нашего партнера И всю зиму смотришь премиальные видосики Все подробности, как всегда, в описании Палсач согревающий Держи жопу в тепле Мы собрались здесь сегодня по очень важному поводу У Максимки день рождения Но подарок будете получать вы Потому что Максим сказал Я от души, от сердца отрываю для любимых подписчиков Крим Дартна Свой день рождения для вас Конченые какие-то, уходите Кончалы Съебать отсюда Ты же вернешься сюда Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Добро пожаловать в студию The Force Emperor в эфире Элит Кружок И у нас в гостях Вова и Александр Это мы Пока не читают, я вам расскажу несколько новостей Из интересного На следующей неделе у нас в прелиз выходит Chapter Approved 25 ноября И коробки с Battle Force Ну там особо расскажут, нечего, вы видите на картинках Несколько коробок для Age of Sigmar, несколько коробок для Саракета Гинокульт и всякое прочее Мне очень нравится, что там гинокульта Смотришь, там сколько миник 100, там 32 миньки Астромилитарум, там 90 миник Гномы 30 менять буду Battle Force А это колыжопы или гномы? Летающие Летающие Ага И так же неожиданно, очень быстро В 4G выходит в прелиз Этот огромный танк Который мы обсуждали в прошлый раз И вот этот козел, которого хочет мало себя взять в армию Тянет меня на всяких козлов по жизни Кто он у тебя, кстати, будет? Сержан? Сержан Плазмопистолет Потому что козел, да? Просто козел Козел Я понял Глава 3 Рабы и секс Интересно Как управлять рабами Да Такая интересная книга Подчиняйся Фалсович Вот И еще Из интересного Пришли в магазины Буклетики Изи Ту-билд наборы Ну, знаете Там Вставил, короче Как в этой Идеократии Вот Там Наконец-то Коробка Мифика Блайт Хаулера Почему там? Какая логика Хринь его знает Но Все-таки Действительно выходит Это то, чего ты ожидал? Это все-таки Блайтдром Ну, он Похож на свои арты Но ничего особенного Еще Из интересного Появились Новые факи И, наверное Самое Такое Знаковое Из всего этого То, что Теперь у нас Soul Blast Работает Несколько По-другому Конечно Сразу Все стали писать О том, что Главную расписку На которой Этот Сейчас игры Два раза Никак не меняют Но суть в том, что Теперь Теперь Soul Burst можно делать только один раз за ход Нельзя, если другой отряд уже сделал, типа нельзя И только на свой можно делать Ты на чужой теперь не влезешь Вот у вас такие расписки, драконы стреляют два раза У нас все риперов боятся, у вас будут драконы А, да, риперы, риперы Это так понятно Или драконы Они одинаково страшные Не, где и другие страшные Но я думаю, что риперы пострашнее Ну, в смысле, что они просто издалека это делают Короче, вот такие вот новости Но я думаю, что с Эльдарами в принципе ничего не поменялось Все равно главная их расписка играющая была вот на этом А мне кажется, это просто ГВшники такие, типа Ну хорош, хорош, мы дали вам целый новый кодекс, играйте по нему Ну, как, наверное, правильно писали люди Что это скорее убивает такие тулбоксы хитрые, как у Старока Где он там, помните, там выпадал из Ирины Там скучался с лобёрстом, он там лочил сразу в хатаха И заставляет вас брать нобрый Да, и заставляет просто брать вот эту самую простую расписку Где просто два раза пострелять и все Ну и в целом там факи обсуждать особо нечего Никаких комментариев, нет? По факам Да, зачем? Вот тут интересно, смотри, цитата У меня есть юноша, которому в настоящее время 14 лет И он всегда готов сделать то, чего хочет его хозяин Вот, вот, а вы тут какие-то новости, такая книга интересная А вот с другой стороны, смотри, у неё грудь 87 Так У неё грудь 87 Ну это же небо земля Да, где-то, где-то это самое А у неё 89 А у неё 84 всего 3, правда Но при этом смотри Да, да Вот это 87 И вот это 87 Ха Я вот прям сижу, реально втыкаю Какая-то интересная загадка Кто это мерил и каким метрам Это 87 дюймов, а это 87 сантиметров, может быть, я не знаю Не такие релизы, но тем не менее Значит, состоялись всякие выставки и прочие там, open day Ой, извиняюсь, а вот это 90 Я не понимаю просто, кто это верит? Ну как вот? Откуда? Ну ладно Black Library там выкатила свои книжки, там что-то какая-то серия новая Старая Терра, все дела Короче, кто бэк читает, вам, наверное, интересно Нам не очень Или вы читаете? Спасибо У меня слишком много моргов, чтобы читать Black Library Я пытался, честно Ну всё время приходится идти на компромисс, когда читаешь её Ну серьёзно, ну вот ты много книг читал Black Library? Ну так Я попробовал почитать одну про Гвардию Кадианская кровь О господи Она не только очень тупая Там есть очень убогий язык Дважды убогий перевод И там есть сцена, где сержант Сионов убивает российского дредноута силовым мечом Достаточно Я понял Ну короче, внутренний ДТПшник, если ты с ним можешь договориться, то ты можешь это читать Если нет, то как бы всё Всё Road to Terror В финальную стадию переходит Ересь Хоруса Возможно, она после этого восьмерка всё-таки переедет Короче, они пишут последнюю книгу, что-то там уже засветили Не очень интересно Что, Минка Императора это будет? Минка Императора, вот пока не в курсе Далее В Chapter Approved у нас, так как он сейчас выходит Есть про него куча всяких сливов Там правила на опок Новые миссии Естественно, там изменение цен Что-то ещё Но, я думаю, сейчас всё это обсуждать бессмысленно Мы просто кучу времени потеряем На следующей неделе мы уже будем, ну 25 ноября, короче, оно вывалится И уже будет действительно интересно У вас будет весь нос уже в этом Chapter Approved Ну, наконец-то клубы, в том числе московские Будут играть по вышедшей книге Они как сейчас Они взяли одно правило из Chapter Approved и играют по ним А остальные, типа Ну, не вышло пока Что-то там проскочили правила на этот террень Который выходил там Вот эти вот замечательные генераторы Что-то ещё так Поделитесь с ними, пожалуйста Высокая сексуальная активность ослабляет мужчину Мешает им интенсивнее работать А работы в хозяйстве непочатый край Поэтому я делаю так Иногда открываю мужчинам доступ на женскую половину Не так редко, чтобы спровоцировать недовольство И не так часто, чтобы вызвать снижение производительности труда Это так Работает между мудр и менеджмент До средних веков Где была эта книга всю мою жизнь? Ну, что я разговаривал вообще? А, ну, правило Chapter Approved Выйду Вот, слухи Начнём, наверное, со скватов Кто-то в Некромунде прочитал абзац о том, что в Некромунду, помимо Эльдар, допускаются также скваты И, типа, такие Ну, скваты Ну, короче, они где-то есть в бэке всё-таки Я вот тоже Некрамонда, не знаю, специально они это оставили, вставили или что сделали, но, короче, как бы вроде их съели. Я правильно понимаю, что Миньки никто не анонсирует? Нет, естественно. Ну тогда это поставочка. Да, ну это типа официально. Короче, смотрите, далее. Нас куча таких слухов, прямо верить, не верить, не знаю. В январе релиз Демонов, соответственно, кодекс. Также, новый, великий, нечистый. Конечно. Да, тот страшный. Ну, есть форжовый, вот этот клевый, огромный, который, собственно, и даже в Довике вы все его видели. Вадючка. Ну, на самом деле, не такой большой. Ну, такая, как уля, где-то вот такого размера, нет? Да не меньше. Меньше, да? Ну, просто такой массивный, что кажется, что круто. Да, но оригинальный еще металличный ГВ, это совсем позор, он страшненький, маленький. Ну, видели в моих репортах. С соплями под стопки. Тебе демонов, кстати, Нурлы не тащат? Собрать? Нет. Только, ну, именно, Девгард. Ну, Демонов Кхорна и Дезгард, да. Я вот так люблю. У меня такие аппетит. Смешиваешь? Нет, я муху, например, муху с радостью. Муху люблю, уважаю. Ну, понятно. Ну, это, да, с твоей весы. С этим все понятно. А также, якобы, некие пестигоры и бистмены Нурглы. Ну, как эти, Дзангоры. Только пестия. Только пестия. Это как пестициды и Дзангоры. Месяц. Я надеюсь, какой-то будет у Девгарда и Демонов Нургла все-таки. Хотя в кодексе Девгарда ничто на это не намекает, что есть какой-то действительно... Нет, что-то намекает. Да? Если ты берешь в детач демонов из Демонов Нургла из кодекса Девгарда, то ты обламываешься все троиты. Работает. То есть, как бы уже сразу намекают, что нет, чуваки, не будет. Даже у вас в кодексе уже ни хрена не работает. Если вы еще и другого их возьмете, то вообще забудьте сразу. Фейнфе пропадает у всех. Далее. Кодекс волков в районе лета. Примарх. Лемон раз. Апгрейд приморисов под волков. Пожалуйста, озвучь его. Апгрейд приморисов под волков? Нет, что там опять вычитываете? Артеми... Сейчас я не могу это читать. Артемидор сказал мне, что знает раба, видевшего во сне свой пенис, который ласкает и возбуждает рука его хозяина. Раб обратился к толкователю в надежде услышать, что он будет в действительности ублаждать хозяина таким образом. К изочарованию раба, в данном случае сновидение не предвещало для него ничего хорошего. Более того, сон означал, что он будет привязан к колонне и получит много ударов к дому. Денис, я не знаю насчет гримдарфита, но мне кажется, нам надо организовать чтение этой книги на камеру. Теометр волков. Апгрейд для приморисов волков. Кто? Короза. Но это летом, и это вообще такие слухи прям. Ну, как вы знаете, ходит, ходит, да, там, Лемон Расс, там, этот, туда-сюда. Октябрь, ноябрь, через год, видимо, уже. Корнаты. Дождешься? Хатик ждал, ты подождешь. Мне памятник тоже поставил. Не факт. Коробка Ангрона. В бытищах. В бытищах. У вокзала. Новые берсаки. Андронович, примарх. Тут миражеров, да? Супер. Терминаторы. Миражеров. Рыцари на джагах. Собаки Хорнер. Выглядит, как вишлисты, операторы. Ну, такое. Там, в принципе, всех, кроме берсаков, наверное, уже пора поперездать. Ну, пора, это не значит, что перездадут. Ну, а мы же поднесем им свои денежки. Ну, вот, кстати. Ну, и Хорн стал интереснее гораздо. Ну, почему-то сейчас в Сланишем все играют. Как так-то, да? А так всегда. Хорн такой интересный. Ну, и, пожалуй, поиграй кем-нибудь другим. Да не, у Хорна там ничего интересного. Ну, два раза побит. Ну, это у Марина. Супер. У демонов ты вообще как-то еще доживи. Бесплатно два раза побит. А у демонов это берешь 20 собак, тебе 5 убили, и остальные все авто умерли на ледаке. Все. Так это бывает, как бы. А раньше это был бункер. Непонятно, зачем вам больше 7 собак брать. В принципе, если они просто... Такой пострелял, ну ладно, сразу огни. Соли, да. Соли, да. Соли, да. Правильно. Вот в это я уже слабо верю. Ну, мы сейчас размером с Демон Принца нет, разве? Мне кажется, официальная модель Каватара. Ну, он такой примерно и есть, как Демон Принца. Ну, точно. Искреллиц он точно такой. Демон Принца такой нумисайд на Демон. А нелогичнее было бы это все выпустить к новому кодексу. Ну, все одновременно не успевает. Видишь, даже Блайт Хаулер не смогли с кодексом выпустить. Вот это вообще парадокс. Почему он изи билд? Я еще не понимаю. Каким образом? Ну, а что у тебя? Почему? Чего тебе плохо у меня изи билда? Взял две детали, поделил другую на другую. И красть не надо, он уже зеленый. С одной стороны, ты прав. А с другой стороны, это техника. И почему вот она именно так выходит? Остальные все наборы не выходят. А вот он настолько сложный, что специально изи билдами сделает. А как тогда собирать Мортариона, если он же не изи билд, а этих летающих Блайт Дронов? Нет, они Блот Дроны. Я заплотался? Ну, как, как, непонятно. Ну и, наверное, основные наши новости на этом все. По, значит, проекту... Нет. 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 Что? Нет. Что там делать? По турнирчикам. В эти выходные у нас АПЛОК наконец-то. Ей. Народу, кстати, что-то много собирается. Прям даже не знаю. Я не буду вас приглашать. Вы можете, конечно, прийти. Но я так, что вам будут рады. Да, зазывать не буду, потому что реально что-то народ собралось дофигище. Будем долбиться. Интересно. Единственное, блин, я, короче, тут у парня прикупил клевый танк. Ересевый. Уже собранный, покрашенный. И он не успеет доехать. Большой. Супер. А в Чаптер Апрукзе же уже вышли. Правила на ПОК вы уже по ним будете? Ну, там только превьюшка опять же. Мы сыграем по старым. С примесью старых. А, вернее, даже не так. У нас правила вообще. У нас будет одновременно, шутит, база. Одновременно все базы. Все одновременно ходят. Одновременно кассят. Одновременно стреляют. Одновременно дерутся. Ну, кто-то все равно должен первым это сделать. Ну, там все рассчитано, что-нибудь. Там оружие, типа, сначала стреляет, по-моему, солтное, потом rapid fire, как-то так, там, heavy последним стреляет. Вот, больше всего фаз, типа, ну, вернее, шагов на фазе стрельбы. О, давно хотел катать. Мы уже на прошлых играх это делали. Вроде хорошо работает. Посмотрим, какой-то раз сыграется. Ну, суть в том, чтобы все ваши любимые модели на Апоке хотя бы раз успели стрельнуть. За того, как какой-нибудь Титан на них посмотрит, и они убегут в страхе. На следующей неделе даже ничего еще не анонсил. У меня про Черную Гвардию говорить, к сожалению, некому. Старок у себя засел в клубе. Оба все были, да, в Дредноуте? Я в выходные туда заваливался. Очень прикольно, там, так, уютненько, чаек все попивали. Чаек хороший. А вот что-то с кухней мне не понравилось. А что, дорого и невкусно? Кухня мне тоже не понравилась. Ну, это вот тот формат ресторанов, ну, не ресторанов, кафе, которых я не очень понимаю. Типа есть пиво, есть к ней закуска. Все остальное дорогое, типа, там, тоже как-то запуска. Там не то, что дорого, но просто там, я готовлю вкуснее, а стоит это 50 раз дороже. И это, когда я не очень понимаю, к чему это есть. Небольшое помещение теперь у Стара. Ну, такое уютненькое. Старый, очень хорошо оформлено, много террейна. Вот. Это, я помню, 13А, или как там, Аутов, это Таганка. Таганская 13. Ага, понятно. Что меня поразило, едешь в центре Москвы, Таганка, где все перегорожено, нигде нельзя припарковаться. Только въезд в ворота, там, шикарная парковка, вставай, не хочу. Короче, все равно на ДВ, все есть расписание, посмотрите, все равно интересно. Сейчас в Москве вообще жесть, по 4-6 турниров в день, выходные проходят одновременно. Опять, короче, какие-то перетасовки у нас в клубах. Пуни-Рок переехал с одного места на другое, на той же остановке метро. Но в другом помещении. Они опять выгнали чувака, который проводил все. По-моему, со скандалом. Опять какие-то коробки пропали. У нас есть версия, что там какой-то человек коробки эти ворует и сваливает на... Как это парень называется правильно? Подожди, а организатора игр Палахи? Да. Они что, Савву выгнали? Да. Так, ну, парень. Не, вообще, очень жалко. Савва славный парень, я просто шуткую, как обычно. Вот. Соответственно, сейчас Савва перешел делать турниры куда-то. В Олегрис. В Олегрис. А-а-а. На Соколе. На Соколе. А его место занял кто-то еще. И все эти люди одновременно проводят турниры. И Черная Гвардия. Просто так как Старок ушел из Олегриса, у него стало больше времени и желания проводить турниры. Соответственно, он сейчас будет тоже прям во все дни все ставить. Поэтому, если вам очень хочется играть, то вариантов просто килотонна. Это никак было несколько лет назад, когда я единственный, наверное, кто там каждые выходные что-то проводил. По проекту мы продолжаем, как бы мы в эту, на этой неделе начинаем репорты по Команднику, а на следующий и заканчиваем. Ты, кстати, жалеешь о том, что не пошел на осенний? Не было такого. На какой? На осенний Команднику. Синяя зима. Видимо, где-то. Нет, я не жалеешь. Я же на осеннем. Хорошо. Я с этим Powerpoint не ценитель. И не ценитель играть против и петуха, и мага. Согнулся и в одном росте. Ну, там не только так было. Там было и хорошо. Да, да. И весело. Вот Сашей всегда интересно. Он, как яркий представитель вот этой общественности спартодрочеров, насколько расходится. Стали ростер с ним составлять. Я говорю, Мем, есть только модели вот с этими, с этими. Блин, черт, этот визивик сраный. Типа, спартодрочники, что в лиге? Что вообще всем насрать? На что мы модели? Вот. Ну, интерпретация правил тоже различные. Ну, а на самом деле, все равно, комьюнити у нас такой, говорят, типа, разобщенный, разобщенный. А на самом деле, я поезжу по клубам. Вот Вова приехал, увидел пару лиц знакомых. Там остальные вроде как незнакомые. Да, ты живешь в ЧГ. Там вообще какие-то, кто все эти люди? Здравствуй, Старик. Ну, а на самом деле, вот я приезжал там, я больше в половину знаю. Ну, ты более известный. Там еще сейчас Малифошечку там заостряют, да, там что-то еще, короче, лыжи. Там действительно люди, хотя тоже, опять же, чувак приехал на обучение Малифо, который играл у меня год три назад в клубе в сороке. Это который? Придумный. А, помню этого. Я еще договорился, Мика смешный. Да. Вот, собственно, по проекту, по клубам, по комьюнити. Комьюнити, комьюнити, как всегда, все хорошо. Да, да. Стабильно. Надеюсь, мы вам донесли, что самое главное, встретимся через неделю. Спасибо вам, что пришли и помолчали со мной вместе. Да не за что. Не, ну потому что у тебя слишком интересная библиотека. Все так. Вот, смотри, какой чудесный пассаж. Потом обнаруживается, что некоторые из ваших рабынь забеременели. Ну что ж, к этому надо отнестись, как к определенному роду профессиональному риску. Достаточно. Не поспорь. Железно. Ну, пока. Зато, смотрите, какой пассаж. С тревоженной такими мыслями, я пошел к толкователю сновидений по имени Артемидор, который живет в городе. Напрасно тревожитесь, обнадежил он меня. Видеть во сне секс с рабом, это к добру. Это означает, что вы будете получать удовольствие от своих занятий и своего имущества. Вот так вот. Как гороскоп прям. Умели раньше развлекаться. А великий император-философ Марк Аврели гордился тем, что владел двумя красивыми рабами, видимо, мужского пола. Но не воспользовался им. Вот так вот. Сдержался. Ты бы смог держаться и воспользоваться? Если бы я был Марком Аврелием, ну, не знаю, не знаю. Ну, господи, кто это читает? Вообще, это, мне кажется, очень похоже отчасти как-то на бэк какой-нибудь из кодекса, например. Да, что-то есть. Пришел какой-нибудь примарис, псайкер, и сказал, что ему приснился... Желеман, который был... Теревит-член Данте там. И Белеман сказал, что нет, чувак, это не к добру. А ты получишь плетей. Да, да. Теревит-член Данте там.